В Актюбинской области наблюдается приток этнических казахов из России. С начала прошлого года в регион из соседнего государства переехали и получили статус Кандаса 50 человек. При этом, по данным Минтруда, с начала года в Казахстан прибыли полторы тысячи репантриантов, больше половины из них из Узбекистана. Чем помогают прибывшим и на какие льготы могут рассчитывать Кандасы, знает Лайла Уесова. Уроженец Актюбинской области Жаздауре Нуров на исторической родине впервые. За свои 33 года ни разу не бывал на Актюбинской земле. Уехать из России пришлось из-за мобилизации. В Актюбе нашел родственников, сейчас работает в кофейне. Говорит, приехал, чтобы приблизиться к корням и присмотреться к дальнейшим перспективам. С 1 сентября сразу уехал вечером. Мы с друзьями уехали на машину. В Самару мы простояли 16 часов на КПП. Там очередь была большая, сколько километров, 10 лет. Мы сделали документы, я обратился в регуляционную службу. И мне дали статус Кандас там в течение пяти дней. На исторической родине Кандас отмечает удобство цифровых услуг. Говорит, что все документы принимают в упрощенном порядке. А люди проявляют понимание и заботу, как и само государство. В Актюбинске все хорошо, никто не притесняет. В планах остаться здесь. Ну не именно в Актюбинске. Возможно, я просто поеду или в Астану, или в Алматы. У меня сейчас в Алматы тоже там вдруг есть. Число желающих переехать на историческую родину в этом году заметно возросло, отмечают миграционные службы региона. Кандасы и их семьи получают материальную помощь и льготы. Кроме того, они могут рассчитывать на помощь в трудоустройстве, квоту на поступление в вузы, медицинское обслуживание, оплату аренного жилья и коммунальных услуг в течение года после переезда. Главное, своевременно обратиться в госорганы. В соответствии со статьей 4 закона Республики Казахстан о правом положении иностранца, Кандасы имеют право одновременно подать документы на получение разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и принятие в гражданство Республики Казахстан в упрощенном регистрационном порядке. Срок рассмотрения ходатайства составляет 90 календарных дней. По данным Минтруда, только в 2022 году на историческую родину эмигрировали порядка 14 тысяч этнических казахов и получили статус хандаса. А с начала этого года из Узбекистана, России, Китая и других государств в родные края вернулись еще полторы тысячи репатриантов. Почти 70% из них трудоспособного возраста.